Шалом, друзья! Друзья, хотелось бы поговорить вообще об идее Мессии, что это, кто это, и поскольку тема эта достаточно острая в дискуссии между и христианами друг с другом, и иудеями с христианами, я бы просто хотел сразу несколько нюансов оговорить, что, ну, к сожалению, я не люблю я читать много, но, к сожалению, тема такая, что читать придется, поскольку это такой пласт информации, такой объем, что просто наговорить это будет, ну, не очень интересно, не очень вразумляемо, но придется начитывать. Значит, и еще хотел бы один момент сразу оговорить, поскольку тема эта действительно очень спорная, вносящая некоторые разногласия, я бы хотел привести цитату из лекции Ашера Кушнира, которая в свое время мне очень понравилась, и я взываю, собственно говоря, через вот эту цитату и к христианам, и к иудеям, поскольку понимаю, что слушатели могут оказаться из этих двух аудиторий, я хочу вот прочитать, значит, собственно, идея в чем? Уважительное отношение к оппоненту и кто такой настоящий еврей или иудей? Значит, это лекция Ашера Кушнира «Никто еврей, а что еврей?» Вы можете ее найти на сайте Талдот и, собственно, свериться, чтобы удостовериться, что я это не придумал, что это мнение современного, живого, ныне здравствующего раввина, то есть, я думаю, что к этому стоит прислушаться. Значит, только настоящий еврей находит в себе силы плыть против течения. Авраам был по другую сторону мира, отсюда его имя Авраам Иври, и вот от этого произошло наше название – евреи. «И все невероятные качества Авраама, вложенные в это слово, были переданы всем его потомкам, всем нам, кто зовет себя евреем». Итак, быть евреем – это нести все качества Авраама Авину. Быть евреем означает быть пытливым и критичным, ничего не принимать бездумно на веру. Быть евреем – это значит искать истину в этом мире лжи всеми силами своими. А что еще сложнее – сохранить эту истину, в первую очередь отстоять ее для себя и от себя. Как сложно отстаивать истину до конца своих дней, вопреки всем мнениям вокруг. Как тяжело идти вразрез с общественным мнением вокруг, мнимыми авторитетами. А что люди скажут? «Но кто по-настоящему еврей, находит в себе силы плыть против течения?» Вот это и есть признак жизнестойкости. Настоящий еврей находит в себе силы идти против всех. Но еще более важное, что значит быть евреем – это не только искать истину, не только ее отстаивать. Основное – жить согласно этой истине. Что же это за истина, если человек не следует ей? Игуда, имя Игуда – это духовная сила признания, признания правды, признания истины. Кто иудей, тот слушает новую мысль критично, логикой все воспринимает. Если есть контраргумент – приводит. Если нет, то не только молчит, но и вынужден эту мысль признать. Признать вопреки тому, что не он эту мысль выдвинул, вопреки его предыдущим понятиям и представлениям, вопреки тому, что это угрожает его привычкам. Вот это иудей. И к чему я это говорю? К тому, что поскольку тема Мессии, интерпретация пророчеств о Мессии, она очень противоречива, я просто призываю и христиан, и евреев, до сих пор не принявших Ишуа как Мессию, действительно не принимать на веру все то, что говорится, но у нас есть Писание. И, собственно говоря, первые ученики Ишуа, они исследовали те Писания, которые ныне называются Танахом в иудейской среде, Ветхим Заветом в христианской, они исследовали эти Писания и пытались разобраться, насколько это действительно так. И вот есть одно место, книга Деяний, 17 глава, с 10 по 12 стих. Значит, братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, вошли в синагогу иудейскую. Здесь были благомысленные фессалоникийцев. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. И из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Обращу внимание на то, что это была синагога иудейская. Люди, которые были слушателями Павла и Силы, были иудеями. И они приняли слово с усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. То есть они, по сути, поступили именно так, как только что я цитировал Ашара Кушнира. Что такое настоящий еврей? Тот, кто критично подходит к информации, не отвергает, но готов ее осмыслить, готов исследовать Писание, точно ли это так. То есть иудеи того времени, по крайней мере, в Верии, они поступили именно так. И результатом этого было, и многие из них уверовали. И из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. И это, собственно, аргумент. Еще, что бы хотел сказать. Это действительно очень важная тема. И я, изучая этот материал, увидел одну очень интересную такую, как бы, ну, не тенденцию, но сделал такое наблюдение. Я назвал бы это наблюдение разницей в показаниях. То есть если бы проводилось судебное расследование на тему, кто же такой Мессия и что говорит о нем Писание, то были бы вызваны раввины на протяжении вот всего времени, сколько раввины существуют, и каждый давал бы показания, то мы бы удивились. Удивились бы чему? Удивились бы тому, что раввины времен второго храма, они почему-то говорили немножко не так, как говорят современные раввины. И это отличие касается, ну, во-первых, вообще подхода к иудаизму как таковому. Потому что иудаизм времен второго храма, центром его внимания было ожидание Мессии. То есть концепция Мессии была очень серьезно изучаема, рассматриваема, и не только в высших кругах, скажем так, духовной власти, но и среди обычного народа. Это мы можем увидеть, значит, вот из таких мест. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И в 45 стихе Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, и Шуа, сына Иосифа из Назарета». И это очень интересные замечания, поскольку получается, что на всех уровнях еврейского общества было ожидание Мессии, и люди не просто слушали байки об этом, они исследовали Писание, они посещали синагогу и слушали то, что говорят раввины, то, чему учат раввины. И это было не на ровном месте. То есть, если бы эти люди не были заинтересованы в Мессии, во встрече с ним, их бы это не интересовало. Но как наглядный пример, можно вспомнить такой интересный эпизод, когда первый царь Израиля, Шауль, он еще не был царем на тот момент, потерялись ослицы, и он отправился вместе со своим слугой на поиски, ничего не нашел, и в результате его слуга говорит, «В этом городе есть человек Божий, пророк, он нам может рассказать, где нам искать наших ослиц». Вот удивительная вещь. Когда в Израиле появлялся пророк, об этом знали все. От мала до велика. Те, кому было это интересно, естественно. Значит, и вот Шауль об этом не знал, а его слуга знал. И более того, он знал, как должно подойти к человеку Божию. Он говорит, не гоже к человеку Божию прийти с пустыми руками. Это показывает на то, что есть разные подходы среди евреев к духовным, к важным вопросам. Это безразличие или поверхностное такое вот отношение, пренебрежительное, а есть действительный интерес, есть жажда, желание познать, что есть Божье и встретиться с этим, с Божьим человеком, с Божьим пророком. И вот на что хочу обратить внимание. Значит, вот уже процитированное место, значит, это Евангелие от Иоанна, первая глава, 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Очень странная, довольно-таки, формулировка. Мы нашли Мессию, что значит Христос. Мы знаем, что слово Мессия и Христос указывает на одну и ту же личность, но почему-то здесь это как вот сказать, что я нашел Васю, который Вася. Странно звучит, да? Значит, так почему же так? Нужно понимать, что Евангелие писались на греческом языке. И слово Машех для еврейского уха достаточно знакомое слово. И давайте мы попробуем разобраться вообще, что же такое Мессия в еврейском представлении. Значит, развитие концепции Мессии. Это я буду вам зачитывать из статьи Джона Фишера, лидера еврейско-мессианской общины. Значит, одним из основополагающих принципов иудаизма является вера в Мессию, Спасителя, который должен прийти, чтобы избавить народ Израиля от его страданий в изгнании, привести его обратно в Иерусалим и установить правление мира над всеми народами земли. На протяжении веков и, конечно, до настоящего времени концепция Мессии занимала центральное место в учении иудаизма. Еще в XIII веке раби Давид Кимхи описывает традиционную картину прихода Мессии, картину, которая все еще действительно для тех, кто ожидает Мессию личность. Она включает в себя следующие аспекты. Первое. Мессия восстановит и очистит Израиль, удаляя все следы идолов и языческих религий. Второе. Мессия соберет еврейский народ со всего мира и с великими почестями возвратит его в Иерусалим. Третье. Бог будет хранить Израиль и благоприятствовать ему во всем. Четвертое. Продолжительность человеческой жизни значительно увеличится с победой над злом. И хотя ожидание Мессии являлось извечной надеждой, которая относится еще к библейским временам, нельзя сказать, что она сразу возникла в том полностью оформленном виде, которым предстает в описании Кимхи. Можно проследить, как развивалась мессианская концепция на протяжении различных периодов еврейской истории. О чем здесь идет речь? Если мы внимательно изучаем Писание по какому-то конкретному вопросу, то мы можем увидеть, что представления о некоторых понятиях, они как бы эволюционируют, они трансформируются с течением времени. Это можно сказать о представлении о смерти, это можно сказать также о представлении о Мессии. И если мы читаем Тору, Тору, Маше, то, собственно, напрямую там о Мессии ничего не говорится. Мы не можем увидеть этой информации. И по большому счету можно понять, почему. На тот момент избавителем Израиля был Маше. И в иудейской среде до сих пор бытует мнение о том, что пророка круче или выше или больше, чем Маше на сих пор в Израиле не было. Есть такая фраза, что от Маше до Маше не было больше, чем Маше. То есть, он вне конкуренции. И, естественно, поскольку, поскольку он представлял собой избавителя для еврейского народа, Всевышний его рукою дал спасение, избавление, выход еврейскому народу из египетского рабства и подвел к земле обетованной, то, собственно, зачем еще размышлять о каком-то избавителе, если вот он, к нему можно прийти, его можно потрогать, с ним можно поговорить. Поэтому мы, собственно говоря, в Таре и не видим напрямую указаний на грядущего Мессию, хотя, скажем, раввины видят во многих местах очень явные указания на грядущего Мессию и, собственно, сам Маше говорит, что придет время и Всевышний воздвигнет из среды вас, из среды братьев пророка подобного мне, его вы должны слушаться. И это, собственно, прямое указание на Мессию. Но, кстати, вот тоже изучая эту тему, я увидел для себя такую интересную вещь, такое явление, что, скажем, в силу того, что христиане в основной своей массе писания читают в переводе, они видят какие-то явные очевидные пророчества, указания на Мессию, но, если мы, скажем, взяли бы, составили список христианских пророчеств, так сказать, о Мессии, и составили бы подобный же список раввинов, которые читают текст в оригинале, то эти списки сравнив, мы бы удивились, но раввины во многих местах, которые христиане не видят, видят Мессию. Как один такой пример, начало Тары, книга Берешит, с первого стихла, «Вначале сотворил Бог небо и землю». В иврите на оригинале это звучит. Берешит, Барайлогим, и вот это Берешит, оно традиционно переводится в начале, но это же слово имеет возможность перевода не в начале, а ради начатка, а начатком в Писании назван первенец, и, ну, об этом мы немножко позже поговорим. Значит, собственно говоря, дальше мы видим, что избавителем после Машея или предводителем, военным вождем становится Ихошо Бенун, значит, и опять же нет необходимости в Мессии. Дальше, если мы посмотрим в Писании, то вот нужно понимать, что само понятие, сама идея Мессии, она, скажем так, то есть термин Мессии, он предшествует самой концепции, то есть слово Мессия уже было, но сама идея еще не была разработана. И вот понятия Мессианского царства и Мессии связаны между собой, но их не всегда можно обнаружить вместе, а фигура Мессии часто отсутствует. В действительности термин Мессия редко используется для описания личности, которая является идеальным лидером Израиля. Термин Мессия или помазанный часто используется для обозначения реальной исторической личности, обычно царя, но иногда и пророков или священников. Этот термин использовался для Аарона и для его сыновей, когда они были помазаны Илеем при их посвящении и назначении на служение Богу. Первосвященник в особенности рассматривался как помазанник Бога. С появлением монархии в Израиле этот термин стал применяться также к царю. И так как церемония введения в должное заключалась в помазании, было вполне уместно называть его помазанником Господа. Позже пророки, назначавшиеся свыше Богом, могли также быть помазаны. Например, Елисей был помазан Илей. С человеком, считавшимся помазанником Господа, обращались с большим почтением. Причинение ему вреда или нанесение оскорбления считалось преступлением. Он находился под особой защитой и покровительством Бога. Так вот, собственно говоря, от слова помазание происходит помазанник. И, по большому счету, слово машех изначально оно было как прилагательное, которое стояло рядом с существительным. То есть, помазанный священник, помазанный царь, помазанный пророк. И это слово называется Мессия. Кстати, интересно, что в отношении царей это слово относится к царе Израиля, относится только к трем царям. Это первый царь Израиля Шауль, потом царь Давид и царь Шломо. По отношению ко всем последующим царям этот термин никогда в Писании не применялся. И это связано с тем, что эти три царя единственные в истории Израиля, которые царствовали над объединенным, над единым Израилем. После Шломо мы знаем, что царство было разделено на северное и южное, на Иудеи и Самарию. И собственно говоря, цари, которые царствовали после этого в Иудее и в Израиле, они уже Машехами не назывались. И это также есть косвенное указание на то, что Машех, он должен царствовать над объединенным Израилем, над всем Израилем. Теперь по поводу термина Мессия Машех в Библии, которую читаем мы. Собственно говоря, слово Мессия или Машех в русском языке не означает ничего. Почему ничего не означает? Ну, потому что собственно язык является выражением ментальности нации, а собственно в русском языке, в украинском, то есть в любом другом, кроме иврита, нету даже такого понятия как Машех, то есть как Божий помазанник, спаситель и избавитель. То есть есть множество других идей, множество других понятий, это показывает нам, что идея Машеха это чисто еврейская идея. Но поскольку сам Танах в свое время был переведен на греческий язык, и это перевод 70, перевод септуагинты, это слово надо было как-то перевести. Как перевести слово на другой язык, в этом языке нет даже такого понятия. И вот по этому поводу хочу тоже немножечко зачитать. Значит, теперь мы можем с уверенностью сказать, что первоначально слово Христос было медицинским термином и употреблялось в основном врачами. В то время в медицине очень широко употреблялись лечебные мази, в состав которых входило масло и лечебные травы. И когда больной приходил к врачу с какой-то проблемой, то часто врач назначал лечебную мазь, которую повсеместно называли Христос. «У вас болит нога?» говорил врач того времени больному. «Вот вам Христос, помажьте и все пройдет». «Или у вас синяк, вы что-то ушибли? Вот вам Христос, помажьте и все пройдет». «Если болела голова, то врач прописывал Христос». Масло, в состав которого входили ароматические вещества и травы. Этой мазью мазали виски и боль уходила. Это была, если была сухость кожи или кожная экзема, то врач прописывал Христос. Кожу мазали этой мазью и проблемы исчезали. «У вас болит шея? Вот вам целебный Христос» и так далее, и так далее. Получается, что у людей того времени, читавших Новый Завет на греческом, слово «Христос» стойко ассоциировалось с посещением врача, исцелением от болезней и освобождением от проблем. В Септуагинте искали термин для термина «машех» «помазанный». Поставили Христос как наиболее подходящее по смыслу. В будущем термин приобрел значение «помазание» «тот, кто несет исцеление». И по большому счету нужно понимать, что когда человек на начальном этапе, он еще не знаком близко с Богом и он хочет с ним встретиться, нужно понимать, что это происходит в основном не от великой любви. Если человек живет своей жизнью, о какой любви к Богу, которого он не знает, мы можем говорить. Как правило, и что касается меня лично, когда я пришел к Богу, я пришел к Богу, потому что меня терзали определенные жизненные проблемы, и я хотел их решения. Нигде в другом месте я их не мог найти. Но когда я обратился к Нему, тогда эти проблемы в основной своей массе были решены. Дальше дело было за мной. И вот когда человек приходит к Богу для решения своих проблем, естественно, что он ассоциирует слово Христос, это мазь, которая решала определенные проблемы человека. И если переводить на греческий, с иврита на греческий, то безусловно, это слово, которое наиболее адекватно передает то, что несет Мессия в жизнь каждого человека. В первую очередь избавление от проблем. И не просто избавление от проблем, а избавление от проблем через восстановление отношений с Богом, который есть источник жизни. Хорошо. Разные мнения о Мессии. Это нормально? Вот уже сегодня прочитал такую идею, что Мессия и Мессианское царство это немножко разные понятия и не всегда они идут бок о бок. И собственно говоря, благодаря тому, что мы знаем, что Бог он очень многогранен. И каждый человек видит Бога с какой-то своей стороны, с какой-то своей позиции. И вот вы знаете, я размышлял над таким вопросом, точнее скажем, над такой фразой, что у каждого своя правда, что истина одна. И это как бы должно сочетаться, но оно не сочетается, потому что если истина одна, у каждого своя правда, то возникает немножечко проблемка. Я размышлял об этом и пришел к такому интересному умозаключению, поскольку мы говорим, что Бог есть истина, а Бог не один, Бог един. То есть уточнение термина не яхид, а эхад. И кто знает иврит, знает разницу. Яхид это один, единственный, а эхад это единство многообразия. Скажем так, это единство чего-то, какого-то множества. В русском языке есть слова, помогающие нам понять вот этот термин эхад. вот скажем, мы говорим снег. Сколько снежинок в слове снег? Множество. Мы говорим вода. Сколько капель воды в воде? Множество. Но при всем при этом это слова в единственном числе. Дождь. И есть очень много других различных собирательных образов. Слово стоит в единственном числе, но речь идет о собирательном множестве. Народ то же самое. Так вот, слово эхад в Танахе используется первый раз, когда говорится и будут двое одна плоть. Говоря о соединении мужского и женской ипостаси человека в одном целом. То есть человек это собирательный образ и к человеку можно применить слово эхад. И вот, собственно говоря, поскольку человек сотворен по образу и подобию Божью, то и Бог един. Шма Исраэль Адонай Элогейно Адонай Эхад не Яхид. И это очень важный момент. Так вот, теперь возвращаясь к истине. Поскольку Бог есть истина, мы слышим такую фразу, а Бог не один, а един и многогранен, мы можем сделать предположение, что истина, она точно так же многогранна. И тогда мы можем собственно фразу истина едина, но у каждого своя правда, мы можем это увидеть как правду, как грань вот многогранной истины. И когда мы собираемся для того, чтобы обсудить какой-то важный вопрос, какую-то идею, концепцию, действительно очень важно принимать этого внимания и не противопоставлять свое мнение друг другу, а постараться увидеть мнение оппонента как еще одну грань той истины, о которой мы размышляем и рассуждаем. И тогда наши мнения, они будут взаимодополняемы, и тогда каждый участник дискуссии, каждый участник беседы может расширить свое представление об истине, которое обсуждается. Поэтому разные мнения о Мессии это нормально. Почему нормально? Да потому, что Мессия, если он тот, кто он есть на самом деле, если он представитель помазания к Божии, то это настолько уникальная личность, что каждый человек будет иметь в нем свое восполнение каких-то своих конкретных нужд, каких-то решения своих проблем, и один скажет, что Бог это целитель, другой скажет, что Бог это спаситель, третий скажет, Бог обеспечитель. Мы видим в Писании огромное количество имен, которым Бог открывается своему народу. И это все то, что отражает многогранность Бога. Поэтому то, что про Мессию говорят разные вещи, это неудивительно, хотя бы потому, что это многогранная личность. Другая сторона вопроса, это действительно немножечко разные подходы вообще к интерпретации Писаний собственно раввинами, то есть людьми из иудейской среды, читающими текст в оригинале и христианским подходом. Значит, и я хотел бы почитать еще одно интересное мнение по поводу концепции Мессии. Концепция Мессии совершенно недооценивалась в иудаизме, оставаясь по своему развитию на уровне ребенка, который едва едва сделал свои первые шаги. Я сейчас поясню, о чем идет речь. На самом деле, как вот о смерти, так и о Мессии, вообще о Боге, представление Израиля, представление народов других, оно со временем менялось. И поскольку мы знаем, что каждый человек как личность возрастает от новорожденного младенца до взрослого мужа ответственного, который реально смотрит на жизнь, который знает, как она устроена и знает, как вести себя в этой жизни с людьми, в семье, в обществе. Народ точно так же проходит определенные этапы взросления. и если, скажем, вот я недавно пытаясь объяснить что-то своей дочери, я столкнулся с проблемой, что она чего-то ну просто не может вместить. И у меня возник вопрос, а может быть она еще не в том возрасте, когда с ней стоит говорить о каких-то вещах. Вот настолько глубоко, как я пытаюсь, я поинтересовался у своей жены, поскольку она работает в школе, значит, я ей задал вопрос, скажи, пожалуйста, а с какого возраста вообще дети начинают воспринимать абстрактные идеи? Потому что, скажем, вопрос денег, это деньги, это абстрактная идея, хотя она выражается какими-то конкретными материальными вещами. Значит, вопрос Бога, вопрос молитвы, это абстрактные понятия. И безусловно, надо говорить с детьми об этом, но я не учел, не учитывал какое-то время тот момент, что моя дочка, она еще не в состоянии воспринимать абстрактные идеи и понятия. И мне жена сказала, что психологи говорят, что человек начинает, ну, ребенок, подросток начинает воспринимать, как-то адекватно оценивать абстрактные понятия, способен воспринять абстрактную идею где-то с 12-13 лет. Интересно, что в иудаизме это возраст бар и бат митцвы, то есть бат митцва в 12 лет, бар митцва для мальчиков в 13 лет. я думаю, я думаю, что и эта разница между мальчиками и девочками точно так же учитывается еврейским сообществом в силу того, что девочки немножко раньше взрослеют, чем мальчики. И это тоже нужно знать. Так вот, в отношении народа мы можем сказать то же самое. Народ взрослея на разных этапах способен по-разному воспринимать какие-то вещи, какие-то идеи, какие-то концепции. И поэтому мы видим определенную трансформацию, определенное формирование представления о мессии в еврейском народе на основании писаний. И это налицо. И вот читаю дальше. Посещая еврейские библиотеки среди огромных кип Торы можно лишь иногда натолкнуться на тоненький томик работ о мессианских ожиданиях. Интерпретация Галахи единовластно занимает позицию защитника иудейской религиозной жизни. И Тора заменила собой библейскую идею спасения. Франц Делиц, один из наиболее опытных знатоков иудаизма своего времени, констатировал, что иудеи не верят больше в Мессию. Скорее, они вынашивают общие ожидания того, что их избавление произойдет без Мессии как такового. Вместе с этим ограниченный национальными рамками иудаизм потерял свой международный характер. Если мы изучаем Библию и раввинистическую литературу внимательно, то напрасно будет удивляться обилию мессианских интерпретаций в ранних работах, которые нам известны. Старая еврейская поговорка гласит «Я не искал и потому не находил, затем я начал искать и нашел». Но Толмуд совершенно недвусмысленно констатирует «Все пророки пророчествовали только одни мессии». И вот различия между современным и библейским образами мышления. Хорошо известный писатель Шалом Бен Хорин в одной из своих книг описывает существенные различия между греческой ученостью и библейским мышлением. Греческий мир стремился к тому, чтобы найти типовые правила. Метод, который применялся от Аристотеля до Гегеля, отдельные факты обобщались и подгонялись под предварительно сформированные мнения, правила. То есть существует идея, под эти идеи подгребаются факты. Еврейское же мышление наоборот следует от деталей к правилам, от конкретных наблюдений к идеям. Таким образом, Библия не содержит ни догмы, ни системы как таковой. Скорее, она преследует две основные цели – изложение фактов и раскрытие предписаний закона как руководства в жизни. Ничего из того, о чем говорит священный закон в своих заповедях, не подвержено влиянию моды. Вместо греческой любви к системе, Библия является собой пример ассоциативного мышления, в котором каждая отдельная деталь самым непосредственным образом относится к целому, но при этом все части независимы друг от друга. Этот же самый ассоциативный принцип легко просматривается во всей раввинистической литературе вплоть до нашего времени. недавно Новый Завет как в иудейских, так и в христианских кругах также рассматривался как своеобразная разновидность Медраша, как творение, предназначенное для выборочного проповедования в синагогах при рассмотрении библейских законов иудейской интерпретации. Медраш фундаментальный для такого подхода является аксиома о том, что каждая деталь откровения Божьего Тары должна быть раскрыта и объяснена как в связи с предметом дискуссии, так и сама по себе, потому что Слово Божье никогда не теряло своего буквального смысла. Более того, каждый аргумент должен быть подтвержден словом из Писания, потому что мнение людей сами по себе не представляют никакой ценности. И вот, собственно говоря, если мы видим, что подходы немножко разные, поскольку христианство, к сожалению, очень во многом руководствуется именно греческим типом мышления, и это мешает увидеть какие-то интересные моменты, связанные вот еврейские интерпретации тех же самых текстов. И вот, возвращаясь к слову Берешит, которое стоит в начале Тары, значит, я уже говорил, что это слово можно перевести как в начале, так и ради начала. И в Танахе мы видим, что началом, начатком или первенцем называется как Израиль, так и Машиах. Но в отношении Машиаха это звучит еще более интересно, потому что написано, что все им, через него и для него. Нет ничего того, что есть, чего бы он не сотворил. То есть все сотворенное, оно существует только благодаря ему. И получается, что есть два варианта интерпретации. Ради начатка это значит ради Израиля. Ради начатка это значит ради Мессии. Получается, что этот мир, в котором мы живем и мы сами существуют ради Мессии и ради Израиля. И я верю, что ради всех тех, кто принял Машиаха как своего Спасителя, как Божьего Помазанника и в нем видит исполнение пророчеств и видит восполнение своих нужд в этой жизни и в веке грядущем. Что еще хотелось бы сказать? Значит, по поводу мнения раввинов в отношении пророчеств, которые мы можем прочитать в Танахе. Значит, я уже говорил о том, что мнение современных раввинов, оно отличается от мнения раввинов времен второго храма. Откуда мы можем это знать? Ну, скажем так, у нас сохранились записанные источники, это такие, как Медраши, как Таргум Анкелоса, Таргум Юанатана, которые дают определенные комментарии и мнения раввинов по поводу тех или иных мест писания. И если мы посмотрим на мнение раввинов того времени, то мы можем увидеть, как они интерпретируют различные отрывки Танаха. Если мы сравним мнение раввинов по поводу этих же отрывков Танаха, но сейчас, то это будет уже совсем другая картина. И эта картина, она рисуется уже изначально идеей, что Иисус или Ишу не является Мессией. И уже под эту идею, а это уже не еврейский подход, это уже греческий подход. Есть идея Ишу не Мессия. А если он не Мессия, значит, нам надо подкорректировать все те местоописания, которые не соответствуют этой идее. Это очень печально, поскольку теряется объективность, а если теряется объективность, то постепенно мы погружаемся в мир лжи и удаляемся от истины. И это уже не настоящий еврей, это уже какой-то псевдоеврей, который ищет не истину, а ищет угождение своим идеалам, своим принципам и не желает встретиться с истиной лицом к лицу. Интересно, что Понтий Пилат тоже не признав вины Ишуа и задав ему вопрос, что есть истина, даже не удосужился дождаться ответа от Ишуа. Задав этот вопрос, он просто развернулся выше и отдал приказ о том, чтобы его распяли. Поэтому я не могу сейчас очень много времени уделить вопросу разницы в подходе раввинов того времени и современных раввинов я могу только порекомендовать. Есть такой замечательный автор Ристо Сантало. Он очень серьезно и скрупулезно подошел к этому вопросу. У него есть две замечательные книги. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний и Мессия в Новом Завете в свете раввинистических писаний. Я настоятельно рекомендую тому, кто хочет удостовериться и удостовериться из иудейских источников в том, что же говорит Танах о Мессии и как это относится к Ишуо, которого христианский мир считает Мессием, Ашехом, своим царем помазанником. Значит, изучите эти книги, не поленитесь и сравните, найдите источники, которые там упоминаются и прочитайте сами и удостоверьтесь, что это все не ложь, что это все не надумано, что это все правда. При всем множестве разночтений подойдите к этому вопросу серьезно и исследуйте это сами. Будьте настоящими евреями, а не просто слушателями, обманывающими самих себя. Хотелось бы теперь еще поговорить на тему того, как же христианство относится к Мессии, к Ишуа как таковому. Ну, тут, собственно говоря, все понятно. Христианство однозначно интерпретирует пророчество Мессии и, скажем, это не натянутое мнение, опять же, мнение христианского мира основано на том, что говорит Танах. Нужно понимать, что первая община, которую, собственно, Ишуа основал не апостол Павел, потому что еврейская мессианская община возникла еще до того, как апостол Павел или Рэбе Шауль, скажем так, обратился к Мессии. Первая община, она состояла исключительно из евреев. Из евреев, которые знали свои писания, евреев, которые лично были знакомы с Ишуа, и они могли с уверенностью сказать, что таки да, это тот самый, о котором говорили Маше и Пророки. Я сейчас просто перечислю, это далеко не все, потому что более 450 пророчеств с точки зрения христиан существуют в Танахе, которые исполнились именно в Ишуа. И поэтому существует мнение, что именно на основании исполнившихся пророчеств он и является Мессия. Значит, я сейчас просто списком перечислю, вы можете сами найти эти места в Писании. Значит, Мессия должен родиться из племени Иуды, из царской линии Давида, родиться от девственницы, родиться в Вифлееме. Это очень важный момент, потому что, скажем, если, ну, есть такое мнение, что Ишуа был ловким таким аферистом, и он подтусовал факты своей жизни, своей биографии под то, чтобы соответствовать Мессии. Но когда возникает вопрос, как можно было подтусовать время и место и семью своего рождения. Дальше. Мессия станет камнем, о который споткнуться, камнем преткновения. Мессия будет отвергнут людьми, Мессия будет ненавидим без причины, торжественно въедет Верусалим на Остле, его распнут, пронзив его руки и ноги, а его одежды будут бросать шребий, его причислят грешникам, пострадает от загрешных людей, будет казаться, что Бог его оставил, его кости не будут переломлены, будет пронзен, его похоронят в гробе богатого, будет воскрешен, место его предателя займет другой, сядет по правую руку от Бога. И это достаточно немалый список для того, чтобы понять, что по теории вероятности невозможно, чтобы в одном человечестве как минимум вот этот список осуществился в одном человеке. То есть, это тоже явно оказывает на то, кем он является, что Ишуа таки является тем самым обещанным Мессией. И еще хочу поговорить о том, кто же он такой на основании Писания Ветхого и Нового Завета. Кто же он такой на самом деле? Значит, 1 Петра, 1 глава, 17 по 21 стих. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам его, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов. Но драгоценную кровью Мессии, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Ключевые слова здесь предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Следующий отрывок Откровение 13,8. И поклонятся ему, то есть зверю, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Опять же, по поводу Агнца, Агнец закланный от создания мира. Дальше, книга Откровений. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что был зверь и нет его, и явится. Ключевые слова здесь, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. На другую следующий отрывок исход 32-я глава с 30-го по 35-й стих. На другой день сказал Маше народу, вы сделали великий грех, и так я взойду Господу, не изглажили греха вашего. И возвратился Маше Господу и сказал, о, народ себе сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Маше, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот, ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Здесь в этом отрывке ключевые слова. «Изгладь из книги твоей, в которую ты вписал, и того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». То есть есть книга, в которую Всевышний когда-то кого-то вписал, и он может изгладить из этой книги. И еще здесь есть «Ангел мой, который пойдет пред тобою». Это указание, тоже косвенное указание на Мессию, который стоит между Богом и человеком. Стоит как посредник милосердия. Дальше Римлянам 9 глава с 14 по 16 стих. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Маше, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. И так помилование зависит не от жалеющего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ключевые слова, опять же, как и книги исход, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. И это слова самого Всевышнего. И еще последний отрывок очень удивительный. Исход 33 глава с 18 по 20 стих. Маше сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу пред тобою славу мою, и провозглашу имя Яхва пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. И вот этот же отрывочек только из еврейского перевода и сказал он, я проведу пред лицом твоим все благость мою, и провозглашу по имени Господь пред тобою, и помилую, кого помиловать мне, и пожалею, кого пожалеть мне. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Здесь ключевые слова опять, кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею, но тут нужно увидеть очень важный момент, как бы Всевышний открывается Маше, но при всем и Маше увидел кого-то, но при всем при этом Всевышний говорит, что ты не можешь увидеть моего лица, и в этих стихах есть определенный намек на некоего посредника, который стоит между отцом и Маше, который являет милость, которая покрывает Маше, чтобы Маше не погиб при виде лика самого Всевышнего, самого небесного Отца. Вот я проведу пред лицом Твоим всеблагость мою и провозглашу по имени Господь пред тобою. Мы вспоминаем здесь очень интересное место из Псалма царя Давида сказал Господь Господу моему. И Ишо использовал это место, когда речь шла о том, является ли он мессией. То есть отец пред своим лицом проводит Маше как некий фильтр, сквозь который Маше мог воззреть на Всевышнего и увидеть. То есть в лице вот этого вот Господа, который есть Мессия Царь, мы можем увидеть Отца. И Ишо говорит вы столько времени со мной, вы говорите покажи нам Отца. То есть мы можем видеть нашего небесного Отца через Ишо. Ишо спасает нас своей милостью от смерти за нашу тварную природу, которая подводит нас грехами, которая делает нас склонными к греху. Но Он же и наделяет нас своей природой. И без него мы на самом деле не можем ничего. И вот вывод из этих стихов. Книга жизни она у Агнца и она написана от начала мира. И записанное мы в ней от начала мира. И Агнец заклан от начала мира. То есть мира еще не было, но он уже был принесен в жертву. И все жертвы Господу за всю историю человечества цены только тем, что основанием их является жертва Агнца, закланного от создания мира. Но будучи записанными в книге жизни, можно быть и изглаженными из нее, но сделать это может только Небесный Отец. И поэтому я взываю к вам, к вашему вниманию, к вашему благоразумию. Исследуйте Писание, исследуйте раввинистические источники тех времен, когда еще не была сформирована вот эта предвзятая идея, что Иисус не Мессия. Обратите внимание на то, что думали раввины того времени. Обратите внимание на то, что думали простые евреи того времени. И задумайтесь, хотите ли вы, чтобы ваше имя было изглажено из книги жизни, или чтобы оно нет, не вписано было, потому что оно уже вписано. Имя каждого человека, которого Всевышний предузнал, он и оправдал. Имена наши вписаны в книгу жизни, еще пока этого мира не было. Давайте мы будем верны тому Мессии, которого открывает нам Танах, и будем иметь уверенность в том, что наше имя не изгладится из его книги жизни, которая в его руках. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание. !